Продолжение следует... Тогда давайте сегодня переходить к следующей части. Я после прошлого занятия думал, стоит ли продолжать вводить репутации, побудить вас, рассмотреть какие-то техники, и уже переходить к работе со сложными системами на базе того, что мы уже как-то должны знать, хотя, конечно, мы еще иллюзий не будем испытывать, и добирать какие-то мнения, необходимые в процессе. И пришел к выводу, что надо уже начинать работу с сложными системами на базе того, что мы уже должны знать и уметь, и сегодня мы попробуем это сделать. Итак, с последнего нашего занятия это уже не были понятны. И научиться вращать ортогональную схему. И схему, состоящую из двух ортогональных пространств, перенося свой взгляд с одной плоскости на другой уровень и выстраивая в воображении то, что получается в общем пространстве, заданным этими двумя плоскостями. И вот сегодня будем пытаться это выстраивать. Итак, у нас есть объектно-онтологическая доска. Вы помните, что на объектно-онтологической доске мы изображаем объекты, мир, ну или мир в целом, или отдельный объект, в которых этот мир экземплифицирован. Ну, экземплифицирован, то есть дан нам в единичном экземпляре. И то, что у нас нарисовано, или изображено на объектно-онтологической доске, позволяет нам отвечать на вопросы «что это?». Есть организационно-деятельностная доска, на которой нам изображено то, что мы можем с этим делать. И, обращаясь к этой доске, мы получаем ответы на вопрос «как?». Может быть, у кого-то есть версия простейшего сочетания этих досок, с которыми можно попытаться поработать на простейшем примере. Все вы это делали. Какая-то инструкция? Как делать что-то? Ну, в принципе, да. Вот давайте возьмем, скажем, поваренную клипу. Так или иначе, самые не плохие вулинары, кто-то не любит, не умеет готовить, когда-нибудь что-нибудь делали. Хотя бы яйца варим. Или делали там салат, яичницу, кашу манну. Так. Ну и вот, делая это, мы уже работали с этими досками. На одной доске у нас лежат стаканчик крупный. А в другом месте у нас лежит несколько ложек сахара. Что-то там у нас есть еще. Соль, вода и прочее. Что? Что там еще может быть? В зависимости от того, что вы делаете. Кашу, борщ и так далее. Давайте просто ограничимся вот этой аккентологической доской, где у нас перечислено все, что должно входить. Кашу, салат, суп. И бросим все в один тазик и перемешаем. Что получится? Правильно. Получится, хрен знает, что. потому что для того, чтобы из состава продукта, который у нас имеется, сделать что-то удобоваримое, наследованное, нам нужен рецепт. Рецепт состоит не только из перечня того, что есть, что, но еще содержит в себе инструкцию, отвечающую на вопрос «как?». Как смешивать все вот это? И в ней написано, например, «заливаю в кастрюлю воду». Что именно заливать? Мы берем с объекта антологического. Вода у нас не плавничает. Заливаем. Ставим на огонь. Ну и так далее. Потом порядок добавления терминных продуктов. В некоторых случаях, например, воду нужно солить до того, как выбрасываете сюда продукты. В других случаях наоборот. Сначала продукты, а потом свой. И так далее. И если мы не соблюдаем порядок действий, у нас получится ерунда. Более того, когда мы рассваиваем какие-то новые виды кухонной техники, хозяйки переходят с газовой и электрическую или наоборот. У них начинает все пригорать. Потому что у них нет еще субъективированных навыков обращения с тем, что вроде бы понятно, что это такое. огонь и там огонь температура, и там температура. Но как она распределяется, как быстро что-то нагревается, как долго держится эта температура, сколько нужно держать одни продукты под такой температурой, сколько другие, и так далее. Другой случай. Женщины с этим реже сталкиваются, мужчины иногда сталкиваются. Это когда вам нужно купленный в современном магазине пакет с мебельными деталями собрать из него стол, стул, кровать, еще какую-нибудь фигню. Вы смотрите на картинке изображен на лицевой стороне пакета, например, конечный продукт. конечный продукт. Вы вскрываете пакет и там видите перечень на объектно-онтологической доске деталей отдельных деталей, которые входят в конечный продукт. Но опять же, порядок сборки и соединения нужно получить эти специальные инструкции. Берем основание или боковые стороны присобачиваем к ним крышу или еще что-нибудь такое. Этот порядок сборки никак не отражен на объектно-онтологической доске. С другой стороны, имея только порядок сборки и не имея представления о том, что на объектно-онтологической доске, вы обязательно возьмете не ту деталь, а похожую и так далее. Вот в свое время я по распределению попал в лабораторию технической эстетики Вивнического завода радиоэнергетинных приборов. В этой лаборатории, помимо того, что там делали дизайн, проект всякого рода радио аппаратуры, была поставлена задача и стояла перед ними задача разработать стандарт на подкоснастку промышленности радиоизбежных приборов. Что такое трансфоровый стандарт? Мы вообще стандарт в острове. Это описание всего того, что необходимо для оснащения деятельности, плюс задание параметров всего того, что необходимо. Мы меня попросили подключиться или дали задачу сразу подключиться к разработке этого стандарта, а начинался стандарт отраслевой стандарт это комплекс пакет разных стандартов. Первый в этом пакете стандарт называется термин и определение. В этих терминах и определениях собственно объектно-онтологическая доска задается перечень или состав как мы говорили в самом начале состав того, что необходимо иметь в пространстве, где происходит работа по изготовлению радиозубительных приборов. и в этом стандарте термин и определение определяются шкафы, грызтаки, разные инструменты и так далее. Я читаю этот стандарт и обнаружил что совершенно невозможно отличить по определению термин и определение шкафа от лимочки. Вот попробуйте определить, что такое шкаф. А молотку, гвоздей может быть хранить? Это хранение еще в спальне а в цеху в шкаф. Что в нем хранят? Ну тоже бывает рогу хранят, но кроме рога можно хранить еще что угодно. Поэтому что хранить наверное в определение шкафа записывать не надо. Да, это предмет мебели. Мы определили родовую принадлежность этого этой вещи. Этого мебета. А дальше он представляется собой некий параллелепид с дверцами. Должны открываться. А не открываться могут так, 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 все как. Поэтому способ открывания дверей мы тоже туда не записываем. Отлично. И вот мы определили предмет мебели пролепим с дверцей, полками или пространством для хранения там чего-то крупногабаритного, мелкогабаритного и так далее. А тумбочка? А тумбочка не бывает на достою повышения? Ну, шкафы тоже не бывают. Вот шафт может? Она может быть высокий шафт для достою а тумбочка ну то есть тумбочка это тот же шкаф только маленький. На шкаф можно не обязательно тумбочку обязательно должно быть оставить. Почему на шкаф нельзя короткий в классе? Можно, но это неопределяюще. А же тумбочки неопределяюще. Основной тумбочкой нельзя еще в классе это не пища. В армии служили? Нет. Обратите внимание, что класть, что не класть в определении шкафы не записывают. Это ведь на организационной деятельностной доске что с этим делать? Как с ним обращаться? Но вот маленькая тумбочка тот же шкаф только маленький. Вот то, что он маленький в терминных определениях не записывается. Потому что терминные определения это первый стандарт или то, что вводит стандарт. А уже параметры стандартизируются другими документами, другим стандартам. Поэтому ну и там еще были всякие такие штуки в этом самом стандарте. Но главное, что любой такого рода это вот набор, задающий состав того, что мы должны иметь в конечном виде. И вот обращаясь к первой нашей лекции, к первому занятию, я напоминаю вам три С системы. Состав, структура и системы. объектно-онтологическая доска может дать нам с одной стороны состав того, что у меня в это все входит. И в принципе дать картинку аналоговую картинку. Картинку подобия, схемы, конечных вещей, которые из этого всего состоят. Но уже она не дает само по себе структуры. Структура должна быть задана. И в принципе, задание структуры тоже может быть заданным на объектно-онтологической доске. задаем состав и задаем структуру. Структуру в том виде, в котором мы ее знаем. И вот я напоминаю опять же упоминавшиеся на одном из первых занятий пример с бензольным кольцом. С открытием химикой кеплы. что на том же самом составе можно задать несколько разных веществ, несколько разных молекул, придавая разную структуру соединениям, связям и отношениям из этих элементов, которые мы задали. Задали структуру, но если мы имеем дело с объектами природными, то структуру мы знаем ровно настолько, насколько продвинулось наше познание этих вещей. А вот если мы имеем дело с рукотворными объектами, которые созданы руками человека, то там структуру нужно задавать не просто как связи и отношения между элементами, но еще и как последовательность сборки, соединения этих самых элементов. состав мы можем описать целиком на объектно-онтологической доске. А вот структуру уже нет. Структура должна описываться отчасти на объектно-онтологической, а отчасти на организационно-деятельностной доске. Предположим, вот в кулинарном деле мы имеем организационно-деятельностную доску с рецептурой. Берем два литра воды, заливаем тазик, ставим на огонь, ложку соли и так далее. Вся последовательность действия у нас описана. На объектно-онтологической доске у нас описано все, что необходимо подготовить перед тем, как выполнять вот эти действия. И у нас все получится. И то, и другое мы имеем. то есть там не хватает еще вот этой штуки. Умение, умелость, искусственность, кулинар. А вот кто будет это все смешивать и делать? потому что с одной стороны, казалось бы, можно подготовить настолько четкую инструкцию, что любой дурак справится. В принципе, современная мебель рассчитана на то, что ее должен собирать любой дурак. Точно так же на любого дурака рассчитаны, например, современные компьютерные программы. Вот когда у меня появился iPad, клавиатуры нет, кнопок нет. Что с ним делать? Мне есть функция объясняет. Интуитивно понятный. Интуитивно понятный интерфейс. Возможно, как бы, у ребенка эта интуиция вместе с появлением iPad не смекает. А у меня не смекает нифига. Поэтому я долго, много дней тыкал пальчиками в этот самый экран, водил чего-то, пока что-то не стало получаться. Для кулинара искусство человека, который это все делает, есть очень важные элементы. И мы помним с вами схему, которую я тоже перед тем, как начать работать с этими пространствами, вам рисовал, как некую систему. Систему, состоящую, или там я ее назвал актом деятельности, состоящую из многих элементов, в которых есть позиция или место для человека. Есть место для материала, или состава, из которого мы делаем конечный продукт. Есть само действие, которое направлено на преобразование материала в продукт, инструменты, средства, способы осуществления этого действия, и табло сознания, на котором это все моделируется, или в котором мы имеем вот это самое уподобление, уподобление тому, как оно в реальности есть, то есть другое пространство, в котором отображается как в параллельном пространстве все то, что мы потом с материалом делаем, превращая его в продукцию, что с ним происходит, с нашими действиями и так далее. Но вот это действие само по себе есть один из ключевых моментов, которых соотнесение доски объектно-онтологической организационной деятельности превращается в реальность. И вот я тогда беру эту схему, схему акта деятельности, простую, простейшую схему, в которой действуют люди. Соотношу это с принципом портогональности пространства и попробую тогда вам это таким вот образом изобразить. схему от деятельности со всей ее сложностью с одной стороны астатой, с другой стороны возникает, когда мы, помните, я вам в прошлый раз изображал, да, когда разбегаем плоскости, там возникает нечто третье, так как вот в этих детских книжках с объемными изображениями, там возникает у нас вот этот самый акт деятельности. И вот этот акт деятельности попробуем сейчас начать разбирать. Разбирать с разных концов, с разных сторон. Этот акт деятельности проецируется определенным образом на каждую из досок. Возьмем, обозначим эти доски еще раз. Итак, у нас есть объектно-онтологическая доска. Объектно-онтологическая доска, а здесь организационно-деятельностная или ГАСТАК. Соответственно, все, что возникает как голограмма, как объемное изображение будущих плоскостей на каждой из этих досок, остается перед тем, как это сам акт деятельности человека. Например, повара, который работает с составом будущего блюда и знает последовательность всех операций, которые необходимы для того, чтобы вот этот вот несъедобный состав превратить в нечто съедобное. Повар, материал, который мы описали в виде состава продуктов, которые необходимы. Продукт конечный, то есть блюдо, которое получено в результате этого, оно тоже здесь где-то может быть описано. Ну и соответствующие действия. И вот это самое табло сознания, которое представляет собой, как бы мне это изобразить, чтобы было яснение, представляет собой проекцию всего того, что на объектно-онтологической доске мы имеем. То есть то, что изображено здесь, на объектно-онтологической доске как общей доске, оно же изображено и на табло сознания каждого отдельного человека. Теперь понятно с этим, да, что здесь нарисовано. И вот мы имеем такую схему. Собственно, много веков вся философия частями и целиком осталось описать вот это вот устройство мира. В конечном итоге такое устройство мира было описано, наверное, только в девятнадцатом классическом уровне. Это появилось уже у Маркса. Но нам все равно нужно проанализировать это, как это все возникало. Историю философии я вам рассказать просто не успею, но какими-то такими глобками пытаюсь это сделать. Итак, вот как Мамардашвили, знаменитый советский грузинский философ, описывал это в своей статейке, которая называется «Принцип трех К». 3К – это картези или Декарт. Кант и Кавка. Кавка нас пока не интересует. А вот как он задавал первые два К. Главный вопрос философии, который возводится к Декарту или замыкается на Декарту, кончается, может быть, Декарта, это вопрос о том, что я могу знать. Если мы говорим, что я могу знать, как фундаментальный вопрос человечества, которым озаботился один единственный или отдельно взятый философ, то вот где мы нарисуем все, что он, в принципе, может знать. Ну или любой другой. То, что знает человечество. Понятное дело, что мы это можем изображать на объектно-онтологической доске. Что я могу знать про этот мир и так далее. И вот этот мир изображен или кладется на объектно-онтологическую доску. Знание, накопленное человечеством об этом мире. А вот фрагмент этого знания, накопленного человечеством, отображается так или иначе на табло сознания отдельного человека. Понятное рассуждение. Итак, что я могу знать? Или первый. Первый принцип Х. Второй принцип мы в отношении связан с Кантом. Предположим, мы разобрались с тем, что мы можем знать, как человечество, что я могу знать, как отдельный представитель человечества, собирая в своем табло сознании какую-то часть того, что знает человечество. Вопрос Канта, он другого типа. А что я могу делать? Поэтому Кант в своих критиках, он разбирается, с одной стороны, в критике чистого разума, по знаниям. И, собственно, завершает, заканчивает работу, начатую Деканта, отвечая на вопрос, что я могу знать. И пределы этого знания. Указав пределы этого знания в виде антиметического разума, Кант заработал себе кличку агностика, то есть человека и философа, который не верит в беспредельность и бесконечность познания, которого существуют эти самые традиции. Но, тем не менее, он как-то отвечает на вопрос, что я могу знать, и как представитель человечества, и как вот этот самый представитель человечества могу сам у себя собрать это знание в своем сознании. Теперь, что я могу делать? Поэтому Кант продолжает критику чистого разума, критикой практического разума и критикой способности суждения. Что я могу делать? Канта разбивается на две части. Что я могу, в принципе, делать с тем, что я знаю, что я могу знать? То есть я имеется в виду трансцендентальная я, человек, как представитель человечества в целом. А не сам Кант. Что я могу, в принципе, со всем этим делать? А другая часть. А что я имею прав? Что я могу делать? Могу в другом смысле. Вот скажем. Я могу убить человека. До Канта многие люди доказали, что человек может убить человека. Могу, вот в этом смысле. А могу ли я убить человека? Понятно разница? То есть человек, в принципе, смертен, его можно убить. Мы это знаем. Поэтому человеку доступно убийство другого человека. А могу ли я это делать? Могу ли я себе позволить? Имею ли я на это право? Это совсем другой разговор, да? Поэтому в критике нравственно-практического разума Кант ищет вот эти пределы могу. С одной стороны, моё могу ограничено несколькими вещами, связанными с устройством самой онтологической доски. Я могу, как минимум, только то, что знаю. Если я что-то не знаю, то не могу. Пойди туда, принеси то. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Выполнить невозможно, потому что я этого не знаю. То есть моё могу, что я могу делать? Ограничено возможностями моего знания. Раз. В другой стороне. И то, что я знаю, то, что я знаю, является тоже ограничением того, что я могу. Ну, например, я знаю, как перевернуть земной шар. Ещё Архимед это знал, да? Я тоже в то же время знаю, что я этого не могу. Не могу в силу отсутствия точки опоры. Чем страдал Архимед, ну и Кант с этим смирился. Он тоже знал, что, в общем, точки опоры для рычага, который можно было бы перевернуть землю, в наличии нет, поэтому не могу. И третье – не могу, потому что нельзя, не запрещено. И вот там уже в поэтической форме Кант, когда говорил, что его удивляет звёздное небо над головой и нравственный закон в нём самом, вот этот вот нравственный закон запрещающий те или иные действия, которые позволяют, ну скажем так, звёздное небо, да? Которое позволяет знание о природе. Есть последняя инстанция, которая заставляет меня воздерживаться от тех или иных действий, которые, в принципе, я могу делать, но не делаю. И тем самым Кант вводит, добавляет вот эту самую организационно-деятельностную доску. Что я могу делать? Вот теперь давайте пробовать вот в этой сложной системе, в которой мы имеем апт-деятельности или некую микросистему, минимальную систему, где есть место всему знанию, природе, действию человеку с его сознанием, там, с запретами, которые вкладываются в нравственности, моральные его действия и так далее. Вот этот апт-деятельности, более того, помещенный в контекст, в фон, в надсистему, заданную вот этими двумя ортокатальными пространствами, объектно-отологическими, организационно-деятельностными. Давайте пытаться сейчас заполнять те пустые функциональные места, которые на этой схеме есть. Про функциональные места вы должны помочь. То есть, каждая из этих помеченных мест на этой схеме представляет собой подлежащие, которое... пустые держащие, которое заполняется, или наполняется содержанием, или о нем что-то сказывается. Про одно и то же пространство, или про одно и то же кондициональное пустое место, можно сказать разное. Добавить к этому разные предикаты. И в конечном итоге у нас получится. Заполнить содержательное некое представление. Либо одно, либо другое. В зависимости от того, чем и как мы это наполняем. Первое. И второе. Итак. До этого место понятно? Вопросы есть? Ну, и попробую с этим работать. Остановимся пока на том, что все, что изображено на этой схеме протагональных пространств с актом деятельности в ней, состоит из голых подлежащих субъектов и пустых функциональных мест, которые надо наполнять. С чего начнут наполнять? Кто знает, как правильно наполнять? Я думаю, что в биографии каждого из вас есть несколько испорченных блюд. То ли блин кому получился когда-то, то ли суп испортили, да? Ну, это достаточно простые действия. А вот здесь нам приходится, или так, мы подряжаем в этом курсе нам построение системы. Системы, описывающие, объясняющие, представляющие нам с вами некий мир. Не некий мир, в котором мы живем. И вот, если даже при приготовлении блюд мы допускаем грубейшие ошибки, так что и продукты портим, и блюдо приходится выбрасывать. То, тем более, когда мы строим систему объясняющую, трактующую, представляющую нам мир. Торопиться здесь нельзя. Очень важно понимать, что неверный шаг, он может привести сразу же к каким-то ошибкам. И к невозможности потом их исправить. Если только, не зачеркнуть, все. Выбросить и начать все сначала. А мы, между прочим, с вами так и должны были бы поступать. В общем, я предупреждал об этом вас с самого начала. Я вам говорю, что я буду, разговаривая с вами, опираться на то, что вы знаете. Буду по минимуму давать вам новое знание. Я буду пытаться работать с тем знанием, которое у вас есть, чтобы не перегружать это знание. Но изменять порядок этого дня. Переворачивать. Все иначе. А вы когда-нибудь пробовали испорченный суп? Например, разобрать на компоненты, вернуть все назад. Чтобы приготовить новое. Анекдот про хирурга. Скальпель. Зажим. Скальпель. Спирит. Зажим. Ничего не получается. Вот надо сейчас нам с вами попытаться построить мир. Или решить вот эту вот задачу. Может быть начинать при воспитании что из объекта антологичного? С учетом того, что мы сейчас работаем на доске. Правда? То есть ее всегда можно зачеркнуть. Это вам не испорченный блин. Который разобрать назад на муку, соль, маргарин и что там еще бывает. Невозможно. А изразумеет, что не так. Можно просто повеличить объем, додавший МЖ компонент. Вот так и будем пытаться двигаться. Значит, выкрытие с объекта антологической доски начинает. Ну, а в питании что? Как устроен мир? А почему нельзя, например, начинать с человека? С места для человека. Мы заходим с того, что мы сами уже в это место заполненное нами, потому что мы ставим на это питание. Ну, можно так. До поры до времени потерпеть, да? Там уже что-то положено. Это, кстати, трюк и прием. Сейчас я про этот прием. Это в 50-е годы еще психологи, а методологи тогда честно работали с психологией, занимались анализом решения задач детьми. Простейших задач. Ну, например, дошкольников накануне поступления в школу дают задачу на счет. Ну, примерно такую. На дереве сидело сколько-то птичек. Ну, прилетели птички и сели на дерево. Потом три птички улетели. На дереве осталось четыре птички. Сколько всего было птичек на дереве сначала? Ребенок еще не знает арифметики, еще в школу не ходит. Он затрудняется ответить на этот вопрос. Ему так и говорят. Будьте палочкой. Инструмент. Попробуй решить эту задачку. Ну, и разные дети с этими палочками начинают играться. Некоторые забывают задачку, играют с палочками. Мы обратили внимание на следующую штуку. Значит, ребенок один берет, палочки лежат, стопочкой. Он берет горстку палочек и говорит. Ага, на дереве сидело столько-то птичек. Экспериментатор или учитель спрашивает к нему. А, слушай, почему ты решил, что столько сидело птичек? Ребенок говорит. Дядя, ну надо же мне что-то положить, чтобы лежало. Потом он может начинать считать. Ага. Раз птичка улетела, два птичка улетела, три птички улетела. А осталось сколько? Нам известно сколько осталось. Четыре осталось. Это сказано в задаче. Значит, выбрасываем лишние палочки. Прибрюсовываем к оставшимся тем, которые мы посчитали как улетевшие. А потом берем и считаем раз, два, и так получается семь. Но вот этот вот главный прием, он очень мыслительный и правильный прием. Берем сколько? Положим. Уже лишим. Потом разберемся. В процессе разберемся сколько и чего. Да? Можно так рассуждать. Предположим. Мы сами люди. Мы уже тут есть. С собой разберемся. Давайте разбираемся с миром. Как ход? Нормально. Что вы хотите сказать? Может быть, мы должны разобрать, ну, по поводу если брать людей. Да? Если мы знаем, то есть схемы люди. То мы должны смотреть, как мы смотрим на людей. То есть наша точка зрения субъективна. И это будет то, как мы будем взаимодействовать с составом. Будет зависеть от того, как мы используем этот состав. То есть мы сначала на себе этого человека и нас, на себе этого человека. Мы придерживаемся других предъявных ценностей. Разумеется только то, как мы будем по сути разуме. То есть, если мы начинаем с ценностей. Куда мы эти ценности должны кладить? На... 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 Разбираемся с собой, а кладем. На объекте на это alleviate addition. А какие ценности? Сейчас мы становится на próximo. Общечевurgicalhh. Свобода, равенство, правство и любви из drн. Если мы в этом Богом, если мы Водовим, то тогда мы описываем свои верования, а не их. Для того, как я и сказал, мы сначала должны разобраться в себе, то есть эту схему приведены не к себе, а нужно будет смотреть на них. Вот, видите, несовпадение все-таки. Даже то, что мы с вами обсудили сначала, теперь предлагается все-таки другой путь. Можно было бы, наверное, попытаться поразбираться с этим путем. На самом деле, таким путем философы ходили. И думаю, что целые цивилизации возникли на этой пути. Ну, например, буддистская цивилизация. Недеяние. Разница, как устроены их. Главное то, что в тебе. Ну, мы не говорим, что главное. Просто главное сначала... Вот, а так сначала, теперь тогда про главное. Про главное, оно ведь главное, потому что мы так решили. А мы решаем всякий раз в какой-то ситуации. Поэтому, когда вы голодны, то предложи вам почитать, например, Достоевского, Шекспира. Подожди. Сначала поесть, а потом я буду духовную пищу потреблять, да? Пища-то у вас главная? В тот момент, да. О. То есть в каждый момент времени может быть главным разным. Тогда что мы получим, если мы будем цепляться вот за такие сиюминутные и ситуативные вещи? Но когда повар составляет книгу, например, «Вкусная и полезная пища», когда он пишет лица супа и включает такие-то компоненты, но не включает воду, потому что считает это и так само собой разумеющееся. Он не прав. Да, он не прав, но это личное его мнение. Он считает, что все люди, ну вот они, это же суп, он предполагает воду. То есть, он не прав, но тем не менее, люди очень часто так и не поступают. Вообще многие вещи мы знаем по умолчанию. Они не проговаривают. Ну, само собой разумеется. И только тогда, когда сталкиваемся с тем, что другие отнюдь так не считают, тогда мы понимаем, а-а-а, так оно, оказывается, не само собой разумеется, да? Но потом выясняется, что это имеет значение. Но тем не менее, тем не менее, возвращаясь к человеку, если мы начнем копаться в его ценностях, то ценности ведь они сегодня одни, завтра другие. Как там этой треогрошовой опере у Брехта? Хор этих самых гопников в Лондоне поет. Сначала хлеб, а нравственность потом. Но это для этих людей в этот исторический период. И так далее. Изменить немножко ситуация. Они перестанут требовать хлеба и начнут требовать зрелища. И тогда зрелища станут головными, а хлеб это же само собой разумеется. Еще наши бабушки руки отбивали тем, кто выбрасывает корки хлеба. Они знали же, какой голод. Современные люди тоннами выбрасывают хлеб. Не доедет. Его начинают делать, причем делать уже в декарнях, таким, что он теряет потребительские качества. Первое свежее вправо. Этого нельзя было понять 30-40 лет назад. Еще. Не говоря уже про 100 и больше. Поэтому человеку кажется, что главное в тот момент, когда он живет, главное то-то, то-то и то-то. А потом выясняется, что все это очень наносное и ситуативное. Так как можно наносном, ситуативном, начинать с этого строить мир? А вот Хайдеггер, эта статейка есть в книжке «Разговор философа с философом на просерочной дороге». Он говорит, что для того, чтобы познать сущность человека, надо отвернуться от человека. И за этим простым выражением кроется, на самом деле, очень много. Кроется вся история философии. Потому что, оказывается, люди в разные эпохи разные. Заняты они разные. И готовы глотки драть, друг другу их перерезывать за совершенно разные вещи. Аксиология в этом смысле и ценности можно попытаться изучить, но, опять же, ищая их не в человеке и приписывая их не человеку, а попытаясь разместить их там, на объектно-онтологической доске, в мире. И тогда вы должны задать себе вопрос, а в мире есть ценности? Вот еще Сократ. Ну, например, возьмите, скажем, Театет. Да, диалог Сократа, вот, знаний. Или там, когда Сократ рассуждает о красоте, сейчас не вспомню точно, в каком из диалогов. Он приходит на Агору к Афинянам и говорит, «Ты знаешь, что такое красота?» Он говорит, «Ну, кто ж, мы не знаем». И что? Ну, смотри, видишь, девушка идет. Красивая. Сократ говорит, подожди, это девушка. А красота? Ну, блин, какой ты тупой, говорят, Сократ, да? Вот видишь, стоит статуя, там Прокситином, Фидиэн сделанная. Красивая. Не спорю, говорит Сократ. Ну, это статуя. А красота где? И вот он так пристает. И констатирует, что красота в мире отсутствует. Она есть во мнении. А значит, не в мире. А теперь смотрите. Мы уже с вами обсудили, я вот здесь попытался это нарисовать, да? Что мир изображенный, мы изображены на объектно-онтологической доске. И этот мир с объектно-онтологической доски спроецированный на того сознания, мое сознание, да? Подобный. Они подобны друг другу, да? Мир в моем сознании есть модель того мира, да? Но мое сознание и объектно-онтологическая доска мира для человечества устроены по-разному. Поэтому, что-то в этой модели, которая присутствует в моем сознании, содержит в себе подобие мира, а что-то принесено свойственным самого сознания. И тогда Сахар говорит, понимаете, красота отсутствует в мире, а она есть часть моего сознания, окрашивающего то, что проецируется из мира на мое сознание, да? И тем самым она как бы вот появляется, да? Но не надо совершить обратного действия. То, что в моем сознании отображает, ну или подобно миру, это не значит, что мир подобен моему сознанию. И вот эту вот границу, разницу вот этих вот вещей. Философы много-много веков пытались ощупывать постоянно. Вплоть до вот современных физиков, например. Вот скажем, что такое цвет? Вот зеленый цвет, да? Вот у меня там темно-синий цвет. Что такое цвет? Есть континуум, континуум электровагнитных излучений, да? Мы видим только часть вырезанного этого континуума. И эта часть непрерывно, как весь континуум, да? Переходит из одного в другое, как бы, да? Там есть бесконечно малый шаг, радиент этого всего. И только наше сознание, устройство нашего зрения, делает этот непрерывный континуум электровагнитных излучений дискретно. Например, вырезает из него видимую часть спектра. И эту видимую часть спектра делят для русских и белорусов на 7 частей, для американцев и англичан на 6. Я имею в виду то, что если мы понимаем, что мы действительно видим часть спектра, но спектр... Сами волны больше, да? То есть если мы... Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Дело больше и меньше. Дело в том, что, как бы, физическая картина микрофона, это суждение про объектно-онтологическую доску, да? Говорит, электромагнитное колебание существует в мире, а цвета появляются в нашей реакции на эти сигналы электромагнитного излучения. А цветов никаких нет в мире. Так же, как ноты нету. Но у них синие и голубые, они условно обозначаются. И всё при том, что современных людей, с помощью моды, шейвов и сей, учат различать неимоверное какое-то количество цветов. Открылёт какой-нибудь дизайнер свою картону, и вам там расскажет, что аквамарин отличается от цвета утренней свежести тем-то и тем-то. А спросите нормального мужика, но синего. Вы же будете настаивать? Просто если мы начнём изучать человека, что именно в виду? Если мы начнём изучать все эти влияния, все эти силы, которые на него влияют, мы их уберём. Просто человек, он так или иначе зависим, к примеру, от семьи, от знакомых, от окружения, от той ситуации, которая, как бы сказали, та ситуация, которая складывается в стране, от контекста. Если мы уберём этот контекст, когда будем прописывать объектно-антологическую доску, максимально сделав объективным наш взгляд, то мы сможем её более полно заполнить. То есть, к примеру, я... Ну так тогда вы льёте вот на нашу мельницу. То есть, чтобы сделать, сделать картинку более объективной, наполнением, нам надо отстроиться от всего того, что на нас влияло. Семья, улица, школа... Но пока мы не поймём, что на нас влияет, мы не сможем отстроиться. Ну ладно, если вы такой настойчивый, а что же на нас влияет? Всё-всё-всё по комплексу? Ну попробуйте. Хорошо. Семья... Ну если, давайте так, социум, да? Потребности... Желания... Ну и так... Ну возьмём, допустим, адлеровская либидо, да? Как желаю. И... и социум. В общем, адлеровская либидо. Потому что либидо-прайлеровская — это сексуальный вопрос. А сексуальный вопрос? Нет, 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 нет. На адлеровскую включается, ксуальный. Оно более жёвкое. Ну вот мне кажется, что ещё ширше... Ширее. Про это говорил Фрэнсис Бальдон, Веру-Вамский Сент-Кэн-Бар. Он рассуждал о четырёх типах идолов, которые затуманивают восприятие мира. Он это называл идолами рода, идолами театра, идолами площади, или рынка, и идолами пещер. Что такое идолы пещеры, вот как самый простой? Идолы пещеры он заимствовал из платоновского мифа, да? Платоновской аналогии. Платон уже понимал вот этот принцип параллельности пространств, про которые я вам рассказывал, да? Только не формально вот так, как я рассказывал, он онтологически, как устройство мира понимал. Он говорит, представь себе людей, которые прикованы в пещере. В пещере прикованы, и видят они только стену, на которую падает свет из отверстия входа в пещеру. А перед входом в пещеру ходят животные, люди, плывут корабли, там еще чего-то, да? И вот эти вот прикованные на стенке видят тени, силуэты всего того, что проплывает мимо входа. И они по этим теням судят о том, что происходит там. Соответственно, все их знания об окружающем мире, есть вот эти вот тени, мало похожи. Цветов нет, там нет деталей каких-то, там и так далее, там есть силуэты. И это порождает определенного рода иллюзию относительно того мира. С другой стороны, не бывает. Люди выходят в свои деятельности в обменные отношения друг с другом. Обмены происходят на рынке. Рынок – это площадь средневекового города. На рынке воспользуют страсти. Дешево купить, дорого продать и поменьше дать, и побольше взять, и так далее, да? У людей появляются вот эти вот страсти, через которые они воспринимают мир. И тогда, скажем, им нужно купить там, не знаю, кусок ткани какой-то, да? Подешевле. Они приходят и начинают ругать эту ткань. Начинают ругать эту ткань. Один ругает, другой ругает. Если продавец один и не может отстоять свое мнение, то общественное рыночное мнение складывается таким образом, что этот купец продает плохой товар. Он вынужден сбивать цену, и так далее. На рынке господствует вот такого рода иллюзии. Рынок задает своих идол, приписывает, как бы, да? И, соответственно, ну, я уж не говорю там про воровство, про цветающие алмам, там, и прочее, прочее. Идолы рода. Идолы рода – это когда? Скажем, вот, в нашем мире, да? Есть люди, которые мне дороже, есть люди, которые мне далеки от меня, да? Вас люди говорят ближнего своего, как самого себя, а с дальним чья дело? А вот если дальний начинает обижать ближнего? Я начинаю защищать ближнего против дальнего, а если будет ближний неправо? Все равно, но, чтобы примириться с этим, я должен оправдать ближнего. Придать либо незначимость конфликту и сказать, что тот агрессор по поводу незначимого повода, или, наоборот, зафиксировать, перевернув все, наоборот, зафиксировав правоту ближнего, которого обижают, потому что я его защищаю. И, между прочим, так возникают, опять же, целые религии и цивилизации. Вот знаете, как это в древнеиндийской уариев, так скажем, да? У арийцев еще до разделения на персов и индийцев существовали там боги зла и боги добра. Вспоминали, да? И вот персы и собственные индусы разделились достаточно давно, исторически очень давно. И те и другие заимствовали вот этот дуализм добра и зла. Но с точностью-то наоборот. Боги, считавшиеся добрыми у индийцев, стали злыми у персов. И наоборот. Ахура Мазда там и Рима, да? И какие-то там аналоги есть у индусов. Точно так же и как? Я думаю, что это произошло примерно из-за идолов рода. Друг от друга защищались, как бы, да? Оправдывая идеологически, мировоззренчески, религиозно, оправдывая, почему себя, почему они становятся на позицию зла. Для древних ариев, ну, раньше-таки остатки которых в верованиях сохранились до сегодняшнего дня, например, в той же Индии, да? Скажем, в Индии ведь до сих пор нету вот однозначного предпочтения темных и светлых сил, там и так далее. Поэтому многие индийцы поклоняются Шииле. Богу смерти, зла, там и так далее, и так далее, да? Это уже те отколовшиеся арии, которые ушли в Европу. Они в этом смысле это добро и зло делили очень четко. Вот это точно зло. И поэтому. Титаны для греков были злом, а олимпийцы тавром, там и так далее, да? Я прошу прозвучения. В Иорпича визу библейные цитаты, на ком того треба полюбить ближнего, и как раз, коли Христос это сказал, ему одразу задали питание. Кто мой ближний? И он рассказал при повесть про доброго саморанена, про то, что все проходили мимо, человек по пустыне плюс ближним оказался человек дальний. Ну да. Нет, так, а Христос, потому как бы и был революционером, реформатором, да? Значит, поменял картину мира до своего времени. И вот то, что вот эти вот притчи про доброго саморянина, например, да? Про саморитянку, опять же, саморитяне для иудеев были, ну, таким воплощением зла, некоторым образом, да? Поскольку филистимлян уже к этому времени изничтожили всех, которые до того были, да? Вот саморитяне. А Христос делает этих саморитян примером, образцом. Ну, не вообще, а показывает, что и там тоже может это быть, да? Потом, правда, Павел разбирался с этим более подробно. Потому что, по-моему, это все теоретически обосновано. Ну, вот я про идово-фроды рассказал. Идово-театры. Идово-театры — это когда вам рассказывают историю, подают ее в соответствующем ключе, да? И потом эта история начинает вам, для вас выполнять, ну, не знаю, функцию картины мира. Вот скажем, есть такой святой русской православной церкви — Александр Невский. Реальный Александр Невский и святой православной церкви — два совершенно разных персонажа, ничего общего друг с другом не имеющего. Но кто же станет копаться в этой истории и вспоминать, как Александр Невский продавал эту самую Новгородскую землю татарам, не говоря уже там про более дальние проницальные земли, типа, там, Рязальские, Московские и так далее, да? Что он, в общем-то, не то чтобы был отступником, но спускал на низ религию православную, вступая в отношения с этими гусурманами и прочее, и прочее. Но потом рассказали историю, создали житие, описали миф. И теперь русские поклоняются Александру Невскому, каждый там десятый храм на территории Русской Православной Церкви Александра Невского. И в Минске даже есть там. Мы живем вот в этой иллюзии театральных сюжетов. Люди, конечно, всегда занимались сексом, но стали сексуально озабоченными, а не только после Фрейда. Вам придумал и рассказал всем, создал такую иллюзию. И теперь уже люди без этого жить не могут. Нет, секс они и раньше не могли. Вот они не придумали этому такого значения. Поэтому человека начинают низить. Я не уверен, что надо начинать именно с антологической тоски. Но как ход, он гораздо более оправданный. Более того, он еще и как-то исторически обоснован. Начиная с самых древних, с первых философов, ну или даже дофилософов, корео-мудрецов греческих, которые были предшественны к греческой философии, люди задавались вопросами об устройстве мира. Китайцы делали не так. Индусы тоже немножко не так поступали. А вот греки уперлись и подавали им объяснение мира. Причем, как бы, наиболее простое. Поэтому они там придумывали. «Мир, там есть вода». Или там «Мир, есть огонь». «Мир, есть апеллировка» и так далее. А что мы знаем про мир? Вот, если начать с объектно-онтологической доски, что мы про это знаем? «Мир, есть природа». Что у нас на объектно-онтологической доске? На объектно-онтологической доске у нас лежит научная картина мира. Научная картина мира задана. «Онтология природы». И поэтому всё, что есть, всё, что мы наделяем статусом бытия, чему мы приписываем предикатам существования и бытия, всё является природой. Что может быть вне природы? Ценности, про которые вы говорили, да? Они помещаются в сознание. Всё, что в сознании, во мнении, радикальные научники говорят, это не существует. А всё, что не во мнении, отображается на нашей доске сознания, на нашем того сознании, оно в мире существует. Поэтому мир есть природа и научная картина мира заполняет объектно-антологическую доску. Заполняет её без остатка. Больше ничего там нет. А Бога где? Правильно, Бога нет. В научной картине мира Бога нет. А теперь, если мы говорим, объектно-антологическая доска – это подлежащее или пустое функциональное место, которое заполняется сказуемым. Сказуемое – это всё, что накоплено наукой, как знанием. И тогда наука заполняет эту штуку и появляется научная картина мира, в которой Богу нет места. Но ведь эта картина мира может быть другой. Вот есть желающие совместить, скажем, картину мира с Богом с научной картиной мира. А они не совмещают. Вот если я возьму стул и нарисую здесь... Чего-нибудь? Человечек. Человечек. Схему. Это будет испорченная картина, да? Испорченная картина, потому что дорисованная сюда фломастером будет вандализмом. Если бы это была картина, конечно. Но уже она жилась. А? Но уже она жилась. Но вандализм всё равно. Это в зависимости от того, что я лично скажу. Вот знаете, в период депрессии среднего возраста, ну, кризиса среднего возраста, я как-то написал книжку, называющую «Молчание». Для меня это такая важная книжка. И там, на самом деле, в йоргической, саркастической форме упакована целый ряд моих собственных философских и методологических идей. Ну, и там есть длинное рассуждение про Сарбадора Дали, который пририсовал Джаконди усы. Знаете такое? Ну, и вот рассуждение начинается с того, представьте себе подростка, которого запустили в рубр, и пока все отвернулись, он взял фломастер и Джаконди усы. Что сделать с этим подростком? Мёртная казнь потащена. Очень непонятно, что сделать с подростком, может быть. Но то, что его сильно кожурят, это точно. Уже, там, на личности от фонтейли. А чего с Сарбадором Дали такого не сделают? Как минимум, одна маленькая деталь, да? Он сначала перерисовал Мадонну, а потом уже дорисовал перерисованной. То есть, он оригинал не портил, да? Это раз. А во-вторых, понимая, что бы сделали с подростком, который перерисовал усы Мадонни, Монни Лизе, он специально это и сделал. Для эпатара, как-то, да? Это вам не яйца прибить к красной коще. То есть, он намеренно эту штуку делает, как бы, да? Но фокус состоит в том, что всем и каждому очевидна хулиганская выходка такого типа. Так вот, попытка вместить Бога в научную картину мира, а есть хулиганство или... То есть, цель он говорит. Это две разные картины мира. Совершенно разные. Причем, между этими двумя картинными мирами нужно найти или установить какое-то отношение. Итак, есть научная картина мира. Вы можете... Знаете, вот как это... Есть такие сооружения... Ну, иногда они бывают у художников, да? Когда стоит некий шкаф, но не с дверцами закрывающимися, да? И сейчас с такими направляющими, куда можно вставлять полотные выдастовы, как бы, да? Они, в принципе, параллельно организованы. Мы с вами говорили про то, как организованы параллельные пространства, параллельные миры, да? Вот представляете себе такой шкаф, из которого выдвигается одна картина, потом и задвигается. Так вот, если мы работаем с объектно-онтологической картиной, с тем минимальным элементарным знанием ассимеотипы, которые мы затрагивали, да? Мы должны понимать, что если эта картина мира, то это, а, не сам мир. Вы понимаете, да? Не сам мир. Раз. Б. Эта картина, а значит, она заменяема. Эту картину можно снять и полезть на ее место другого. Если мы работаем с этим, как с пространством в своей схеме, то мы должны вот так вот работать. Должно задвинули, другую вдвинули как-то, да? Разные картины мира. Картина мира, в которой есть Бог, картина мира, в которой Бога нет. Научная картина мира. А мир как Бог? Картины мира разные. Одна картина мира. На ней нужно написать. Космос. Космос, который существует сам по себе. Независимо от наблюдателя. Никем не создан. Никогда не кончится. И так далее, да? И таксис. Таксис – это мир созданный, упорядоченный, имеющий цель, назначение и так далее. Таксис обязательно. А таксис и космос, они, в принципе, относятся к одному и тому. К миру. Это наше название мира. А вот таксис предполагает демиургам, создателям, упорядочивателям. Есть инший вариант. Логая шмак плоскостная, шмак плоскостная. Шмак плоскостная. Не кладется на одну плоскость. И он только облюстровывается на ней. Ну, я думаю, что… Я думаю, что… С одной стороны, фантазии, да? А с другой стороны, попытки как-то найти, ну, скажем, третью картину мира, да? Их, на самом деле, не две. Их не две. Только я знаю несколько имен картин мира, претендующих на всеобщность. Ну, собственно, на этом мы закончим, как бы, да? Значит, если не брать учения древних милецких физиков, начиная с Фалеса, там, Анаксимантра, Анаксимена, которые говорили «Весь мир – вода», там, Анаксимент – воздух, «Гераклит – огонь», там, говорил из Эквеса там и так далее, да? То мы можем, как бы, вот сюда нарисовать или написать. Я только название этих картин, да? Уже говорю «Космос». Таксис. Ну, таксис сразу предполагает, там, Демиута или, там, Создателя и так далее, да? Деятельность. Мир, как деятельность – это учение метанологов, системы маследеятельностных методологов, начиная с 50-х годов, которые включают всю природу в деятельность, так, материалы, продукты, да, добавляют сюда эти все речи. Есть еще какие-то вещи. Ну, например, «Гуссер» и «Феноменология». Что туда надо поместить? Познание, да? Это не надо путать с эллипсизмом. В «Феноменологии» это совершенно, как бы, иная штука, да? Там как раз, собственно, в «Феноменологии» появляется вот эта вот категория «Картина мира». То есть, то, что мы знаем про мир, есть проявление интенсиональности сознания. «Картина» – это мы с вами тоже рассматривали, да? Египтяне рисовали так, знали проект, судьи не знали, и так далее. «Картина» – это то, что мы делаем встречным образом. Вот, с одной стороны, мир, с другой стороны, мы туда что-то привносим, да? Так вот, согласно «Гуссеру» и «Феноменологии», «Картина мира» – это и появляется, как бы, вот, встречным к миру движением интенсиональности сознания. Сознание обладает… Главная особенность сознания по «Гуссеру» – это вот эта сама интенсиональность. То есть, сознание творит всё то, что мы видим на этой картине, да? Ну вот, наверное, из современных таких вот… того, что дожило до современности, вот эти вот четыре названия имени картин мира, ну и наиболее распространены. Пока тогда на эту закончим. Новое рассуждение начинать рано. Итак. Так что мы продолжим. Продолжим. Сейчас мы сделали как первый шаг, да? Вот, согласно этому, пытались чего-то изобразить на объектно-антологической доске. Научную картину мира мы туда положили, потому что мы о ней знаем. Вас всех учили этому в школе, так, и везде. Как бы, это самая распространённая ничья картина мира. Ну, иначе её можно называть природой, да? Космос или природой. Но мы тогда, сделав шаг, должны потом осмотреться. А насколько он был правомерен? Не надо ли отступить и попробовать сделать другой шаг? Нет. Вопросы, реплики, замечания, осуждения? Нет. Тогда я повторю то, что Галина Вячеславовна говорила с Ваней Робочей перед её уходом. Я приглашаю вас всех членов на публичную реакцию Владимира Никитина. Ну, я бы сказал так. Мы не часто встретим в Минске людей такого масштаба. Поэтому это стоит послушать. Сделав приглашение, дальше я говорю. Тем уже, кто является завсегдотаемым в этих занятиях нашей пропедевтики, я вам настоятельно рекомендую посетить в четверг. Продолжение следует...